Бум! Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также, друзья, я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Так, если вы меня видите и слышите, если вы смотрите этот эфир в прямом эфире, то, пожалуйста, напишите в чате, что вы меня видите и слышите. Так, я сейчас пока закреплю трансляцию, чтобы люди, заходя на страницу, видели ее вверху страницы. Так, 12.00, полдень. Друзья, я чуть-чуть приболел. Ну, это, говоря чуть-чуть, я чуть-чуть преуменьшаю на самом деле ситуацию. Тяжелый, тяжелый какой-то грипп в этом году, я уже месяц не могу выбраться. Вот, поэтому могу закашляться, могу упасть в обморок, но надеюсь, что эфир доведу. Так, таблеточки, таблеточки с утра принял, и надеюсь, что полтора-два часа эфира я смогу отвести. Но, к сожалению, это, ну, тяжелый очень грипп идет в этом году, и всех шарахает. Тем не менее, на уровне моей энергии это никак не сказывается, и на качестве контента тоже. Единственное, что я обычно прохожу самодисциплину вместе со всеми участниками по хардкору. В этот раз я, ну, просто в силу состояния здоровья, я ее сам буду проходить по лайт-режиму. Так, начинаем. Самодисциплина. Я очень рад, что вы решили провести эти 10 дней с пользой, да, а не лежа на диване и просматривая пропущенные за год сериалы. За эти 10 дней вы свою жизнь, конечно, не измените. Хотя были и такие случаи, то есть мне писали люди после самодисциплины, что вот мы там бросили курить, мы начали спортом заниматься, мы написали то, мы написали все. Один раз я сидел в редакции, в издательстве Эксмо, и там переговорки такие со стеклянными стенами, то есть там по коридору идешь и видишь людей, которые сидят в переговорке. Вот. И я сидел там по нашим каким-то делам, по моим книгам беседовал, и, значит, девушка какая-то шла мимо, и вдруг она увидела меня, значит, постучалась, зашла, говорит, вы молчанов. Я говорю, да, вот хочу вас поблагодарить за вашу самодисциплину. Я после самодисциплины написала два романа, вот типа один уже вышел, вот второй тоже вот-вот выйдет. Так что все это, конечно, очень приятно. Так, кто из вас проходил самодисциплину, напишите, пожалуйста, в чате, проходили ли вы уже самодисциплину, если проходили, то сколько раз, и если нет, то напишите, что в первый раз. Тоже, чтобы не понимать, что да как. Так, первый человек, увиденный мной в 23-м году, это Александр Молчанов. Если все будет прекрасно, то и в следующем году это повторится. Так, первый раз. Ну, да, проходила один раз. Будет пятый, пятый уже раз. Да, хорошо. Ну, вот смотрите, для меня это всегда такая, ну, немножко дилемма. Я не очень люблю повторяться, но мы, восьмой раз мы уже, я провожу эту самодисциплину, и мне всегда хочется добавить что-то новое, но я понимаю, что за это время, да, уже выявились какие-то вещи, которые прям точные, правильные, нужные, и они работают. Вот. И их заменять, убирать их для того, чтобы поставить что-то, что, ну, я не знаю, принесет неизвестный мне результат, это не очень правильно. Поэтому, конечно, по большей части основной костяк самодисциплины, он остается, как он был, так и есть. Все эти восемь лет, единственное, что я, опять же, я смотрю, вижу, да, если я вижу, что что-то сработало там не настолько эффективно, как я планировал, я заменяю это, меняю на что-то другое. Но в целом сам костяк тренинга, он, на мой взгляд, сложился и сложился неплохо за эти восемь лет. Я постоянно ее по чуть-чуть, по чуть-чуть докручиваю. Все задания и все действия, которые мы будем делать в течение этих десяти дней, они очень простые. То есть они простые не в том смысле, что они нетрудные. Некоторые из них предельно трудные, особенно по хардкору. А дело в том, что они не сложные, да, то есть там нет большой последовательности действий, да, которую нужно запомнить, нужно ее выполнять, да, и не надо будет ломать голову над тем, что сделать. То есть надо будет делать какие-то действия, да, но они не всегда комфортные, но, в общем, достаточно простые. Теперь давайте немножко познакомимся. Напишите, пожалуйста, в чате, чем вы занимаетесь, какой, если есть какой-то творческий опыт, да, писали книги, писали пьесы, писали сценарий, то напишите это. Одним словом, одним предложением. И пока вы пишете, давайте я тоже вам, я все читаю, я все вслух не буду зачитывать из чата, да, я вам тоже немножко расскажу о себе, потому что, ну, не все из вас знают, кто я такой и чем я занимаюсь. По начальной своей профессии я театральный, ну, хотя до этого у меня еще был достаточно большой, обширный журналистский опыт, и я сделал неплохую карьеру журналисту, был шеф-редактором газеты «Метро» с тиражом в 500 тысяч экземпляров, был шеф-редактором газеты «Взгляд», второе по посещаемости СМИ России в то время было, и был главным редактором журнала «Новый крокодил». Это была такая одна из реинкарнаций крокодила. Вот я был ее два года, был главным редактором. Он был пик моей журналистской карьеры, 30 лет не было. Но я начал писать пьесы и писал, написал некоторое количество пьес. Самой популярной моей пьесой стала пьеса «Убийца», которая до сих пор идет в десятках театров в России и в нескольких театрах в Европе. Не знаю, сейчас, может быть, уже и закрыли в силу «Канцел Раша». И как сценарист я закончил в ГИК «Мастерской Бородянского». Я написал огромное количество сценариев. Я детективщик, люблю детективы. Сотрудничал со всеми телеканалами. Мы, естественно, в основном с большой тройкой. Первый канал НТВ и Россия, но и с остальными каналами, типа СТС, РЕН-ТВ, ДТВ и так далее, со всеми посотрудничали. В той или иной степени. Не всегда это сотрудничество приводило к видному на экране результату, но, тем не менее, опыт сотрудничества я приобрел. Наша сценарная мастерская существует уже, сколько? 2014-2015 год уже. В 2008 году был проведен первый курс. И это был, во-первых, первый онлайн-курс. Это был первый писательский марафон. То есть, если кто-то вам говорит, что вот я первым в России в 2014 году провел, или в 2015 году провел сценарный марафон или писательский. Ребят, 2008 год, 1 декабря, начался в ЖЖ бесплатный онлайн-курс по написанию сценария. Семь месяцев он продолжался. Вот с него началась наша сценарная мастерская. С 2014 года мы работаем в онлайн-формате. И, в общем, мне кажется, неплохо работаем результативно. Вот вчера я выкладывал здесь, ВКонтакте, достижения наших учеников за этот год. Они, в общем, довольно неплохие. И, соответственно, у нас есть лицензия на образовательную деятельность. Тоже программы все отработаны. То есть, у нас все официально, все по-взрослому. Выдаем сертификат об обучении. И, соответственно, если вы хотите научиться писать сценарий, то время для этого сейчас. И я советую, я не буду. Это сразу говорю, что это не будет наша самодисциплина таким рекламным, паскудным инфобизнесовым марафоном, на котором я буду с утра до вечера продавать. Но, естественно, как вы понимаете, там два-то слова я должен сказать про нашу мастерскую. И ссылку на оплату, естественно, вы тоже все это время будете перед глазами иметь. Сейчас у нас набирается онлайн-курс сценарий полнометражного фильма. С него можно начинать обучение. То есть, у нас целая годовая программа – это базовый сценарный курс. Он в сентябре. Сейчас идет курс сценарий телесериала. И в марте у нас будет сценарий полнометражного фильма. В общем-то, с него тоже, с каждого нашего курса, с любого нашего курса можно начинать обучение. Он очень интересный, он очень терапевтичный. Я его очень люблю и с удовольствием всегда провожу. Каждый год уже тоже, там, какой-то девятый раз его буду проводить. И с учетом того, что мир входит в состояние невероятной турбулентности, я, честно говоря, не понимаю, что вы, люди, делаете за пределами мастерской. То есть, у нас в мастерской все понятно. Мы сидим, пишем сценарий, читаем, общаемся, разговариваем. А вот как люди живут, когда у них нет мастерской, я, честно говоря, совершенно не понимаю. Потому что я бы, если бы у меня мастерской не было в течение этого года, я бы просто тупо не выжил. Вот, хорошо, друзья мои, вижу все, что вы пишете. Костя, Константин Преображенский, издаю детские сказки и виниловые пластинки, прожужу, серию книг прожужу, настоятельно рекомендую, если кто-то не видел. Так, хорошо, кинорежиссер, сценарист. Юрий Акольнов, начинающий автор научной фантастики. Вот только что Юрий закончил на нашем курсе по роману, закончил замечательный совершенно, на мой взгляд, роман. Огромный, вот такой, если издать, будет том в тысячу страниц. Я с огромным удовольствием его прочитал. Так, Сумерк богов, есть бумажная книжка. Так, Директор, пишу в свободное время. Отлично. Алексей Кривочесанков, режиссер. Много знакомых имен, просто я так цепляюсь за знакомые имена. Хорошо, идем дальше, друзья. Источники этого курса – это техники, которые я собирал много лет. И я изначально их собирал для себя, потому что, когда ты работаешь сценаристом, а до этого я писал романы, и еще в 90-е годы у меня в Эксмо выходили, в серии «Русский бестселлер» выходили романы. И когда ты день за днем должен выдавать определенное количество текста, то ты начинаешь понимать, что талант и желание писать, они не всегда тебе помогают делать вот это марафонское ежедневное длительное усилие сохранять. И, соответственно, вот уже тогда я начал искать и собирать какие-то техники, которые помогали бы мне и позволяли бы мне каждое утро садиться за стол записьменный и приходить в нужное творческое состояние. Это очень близко к тому, что делал Станиславский. И книги Станиславского я прочитал в очень раннем возрасте, еще лет в 16, и уже тогда я начал чувствовать, хотя актером я никогда, в общем, не хотел, всерьез никогда не хотел становиться актером, но я понял, что то, чем он занимался, это очень близко к тому, чем занимаюсь я. То есть в чем там проблема была, что когда актер в хорошей форме, он играет хорошо и талантливо, а когда актер в плохой форме, он играет плохо и получается неудачный спектакль. А поскольку актеров несколько, то риск неудачного спектакля увеличивается. И он хотел разработать систему, которая позволяла бы актеру день за днем, каждый вечер приходить в нужное творческое состояние. И он искал это через работу с телом. Ну и, соответственно, что мы тем же самым занимаемся. Будет два режима. Будет режим light, в котором будет только творческая какая-то часть работы, и будет режим хардкора. В хардкоре мы будем бегать, будем обливаться ледяной водой, будем как бы по полной переустраивать наше состояние. И там будет довольно жесткие ограничения. Там, например, будет запрет на чтение новостей и запрет на чтение соцсетей. Вот давайте сразу на берегу договоримся. Напишите, в каком режиме вы будете проходить. Если light, напишите light. Если hardcore, напишите hardcore. Сейчас мы с вами... И каждое занятие будет устроено таким образом. Мы в начале занятия у нас light. То есть мы для всех, я даю информацию. И hardcore сначала слушает все вместе. Да, слушаем все вместе. Потом, если вы light, вы можете покинуть вебинар. А hardcore остается. И после этого я даю дополнительные занятия для хардкора. Советую сегодня, вне зависимости от того, что вы решили и выбрали, послушать до конца сегодняшний урок. Обычно он занимает часа полтора, но здесь все зависит от количества ваших вопросов. И решить для себя, что вам лучше подходит. Light ли вам подходит или hardcore? Так, о, hardcore. Все такие по-хардкору. В этом году пойду по-хардкору. Hardкор по традиции, да. Ну, я еще раз говорю, что я в этот раз просто... Ну, если, на самом деле, если мне тещины таблеточки помогут, и я там через пару-тройку дней, она какие-то прям совсем убойные антибиотики мне дала, если я приду в себя, то, может быть, перейду на хардкор обратно. Так. Хорошо, идем дальше. Порядок занятий. Стрим в 12 часов дня по московскому времени в прямом эфире. Здесь, в ВКонтакте, всегда. То есть не надо мне писать, ради бога. Каждый год это бывает. И я дико бешусь, потому что мне это мешает, реально отвлекает. Мне начинают люди писать. Причем на мыло, в личку, в смс-ке, в телефон. Александра, где предыдущие занятия? Все предыдущие занятия будут здесь, на этой странице ВКонтакте. Их можно будет найти. Рассылка отправляется каждое утро, напоминание. И каждый после обеда будут, как только выкладывается подкаст, я буду присылать ссылку на запись. Если рассылка к вам не пришла, вы на нее подписались, она к вам не пришла, проверяйте папку спам. То есть я не контролирую. У нас 6 тысяч подписчиков. Не надо мне писать, проверьте, где я тут у вас в вашей рассылке. Это физически нереально вас там найти. Поэтому рассылка отправляется. Никого я из рассылки не удаляю. Значит, вы где-то там, где-то там у вас что-то там в спам улетело. Если, опять же, если рассылка не приходит, да, то зашли на страницу ВКонтакте и все здесь нашли. Будьте взрослыми людьми. Не надо каждый раз, да, просить меня взять вас за руку и отвезти туда, куда надо. Дальше. Эфир прошел. Дальше у вас сутки для выполнения домашнего задания. И, кстати говоря, тоже я понимаю, что, может быть, на первый урок вы все захотели. Пришли, такие все энергичные, заряженные. И потом постепенно народ начинает отваливаться. Это тоже совершенно нормально. Да, потому что, ну, не у всех, не у всех достаточно мотивации, чтобы 10 дней идти. Но там примерно половина обычно до конца доходит. Сутки для выполнения домашнего задания. Ответы здесь в комментариях. Вот к этому видео, к этому посту надо будет в комментариях писать ответы на домашние задания. Опять же, не надо мне писать на мыло, Александр, вот, а можно я вам лично напишу. Ну, вот самый легкий способ вылететь из рассылки и получить банк – это начать меня терроризировать в личку и на мейл. Дедлайн для отчетов – это 12 часов следующего дня. То есть я урок буду ставить в закреп, после этого я из закрепа его буду убирать. Следующий урок вышел, все, дальше мы проехали, идем дальше. И можно смотреть в записи, да, я понимаю, что если, например, там 12 дня для вас это там 5 утра или 4 утра, конечно, я не жду от вас того, что вы в 4 утра будете смотреть. Смотрите в записи. Но если у вас это вменяемое время, я советую все-таки смотреть в прямом эфире, потому что совершенно другой уровень энергии, да, когда мы работаем в прямом взаимодействии. Когда вы можете задать мне вопросы, когда я могу ответить на ваши вопросы. Я очень люблю отвечать на вопросы, потому что, ну, и я думаю вслух, да, и вам интереснее, и мне интереснее. Ну, и вообще, мне кажется, что проходить тренинг в прямом эфире с тысячей других людей и слушать его в записи – это все равно, что, ну, заниматься сексом или смотреть на то, как кто-то другой на видео занимается сексом. Поэтому, конечно, наверное, заниматься сексом напрямую приятнее, чем смотреть, как это делает кто-то другой. Будет мало теорий, только практика. И в большинстве случаев я не буду объяснять, а почему надо делать так-то и так-то, есть такое нейрофизиологическое объяснение этому, а просто буду говорить – делайте так, и все у вас получится. Потому что материала много, и надо, как бы, у меня нет задачи убеждать вас в чем-то, да. Я даю какие-то техники, они работают, делайте, получайте результат. Не делайте результат, не получайте. Небольшое предупреждение, предуведомление. Тренинг бесплатный. И если вам что-то здесь не нравится, и вы мне об этом говорите в чате или в комментариях, что вам не нравится, как я выгляжу, не нравится, что я говорю, не нравится, что я, голос мой не нравится, да, или еще что-то не нравится, вы сразу же получаете банк без предупреждения. У меня нет времени на то, чтобы с кем-то объясняться, с кем-то спорить, да, если вам хочется со мной поспорить или чем-то поправить, дополнить, просто вот тихонечко справа там крестик такой, нажмите и отписывайтесь от рассылки, и дальше идите своим путем. И еще один важный момент, если вам кажется, что вы знаете какую-то тоже крутую технику на эту тему, или хотите порекомендовать участникам какую-нибудь книгу дополнительную, какой-нибудь тренинг, а вот еще моя подруга Света, тоже она занимается психологией, и вот ее страница тоже подпишитесь. Не делайте этого, пожалуйста, потому что, может быть, вам кажется, да, может быть, вы из благих соображений это делаете, да, и вам кажется, что вы добавите что-то к тому, что я сказал, и это повысит ценность. На самом деле добавления понижают ценность, да, потому что размазывают, размазывают тот концентрированный контент, который я вам даю. Просто делайте то, что я говорю, и будет вам счастье. Напишите, пожалуйста, в чате, согласны ли вы с этим. Если вы согласны, то напишите в чате согласен или согласна, чтобы вы, мы с вами понимали, да, что если мы с подобной ситуацией столкнемся, да, чтобы вы понимали, вот это она, эта ситуация именно, да, чтобы вы вспомнили, что вы мне писали свое согласие. Да, и если вы опять же, да, хотите громко хлопнуть дверью и сказать, все, говно, тренинг, все, я ухожу с него, да, сделайте это молча, да, то есть просто уйдите и все, вперед, мы по вам не заплачем. Вот, не надо нам демонстративно хлопать дверью и писать об этом везде, во всех чатах и так далее. Да, и уверен, все, мы больше к этому вопросу никакой необходимости возвращаться не будем. И последнее перед началом. Это не тренинг по писательству, то есть мы с вами здесь не будем говорить о системах персонажей, о структурах, о сценах и так далее, о сценарной записи. И на вопросы об этом я отвечать не буду. И не надо меня спрашивать о том, а как, Александр, вот мы посмотрели такой-то сериал, а вот как там, где там путь героя? Вот такого рода вопросы я буду игнорировать. Да, то есть мы с вами здесь занимаемся именно повышением писательской продуктивности. Вот все, что связано с содержанием писательской работы, этим всем мы занимаемся в мастерской, либо на… у нас есть там бесплатные тренинги, которые этому посвящены, тоже это все отдельно у нас. Также это не тренинг по фитнесу или диетологии. Тоже не надо мне писать, что «а йога полезнее бегать». Да хрен его знает. Я не знаю, кому-то полезнее, кому-то не полезнее. Да, и что надо воду пить не с медом, а потому что у меня аллергия, да, и кофе вообще полезен, да, зачем его запрещать. Это не тренинг по диетологии, да, то есть когда я запрещаю вам кофе, я делаю это не из соображений здоровья, да, и когда я заставляю вас бегать, опять же, тех хардхорчиков, да, я делаю это не для того, чтобы вы здоровее были, да, а потому что это очень сильное преодоление. Это очень сильное действие, которое, если вы его делаете, да, вы получаете, это вот такая очень сильная, это прежде всего психологическая растяжка, вот, и которая с высокой степенью вероятности не приведет вас к тому, что вы там умрете или покалечитесь. Поэтому вот для этого все это сделано. По фитнесу, да, то есть я этими категориями фитнеса и диетологии, я здесь не мыслю совсем, но, то есть это тренинг по самодисциплине, я подчеркиваю. И если у вас проблемы со здоровьем, посоветуйтесь с врачом. Вам от этого тренинга может стать хуже, да, например, если у вас, а у меня проблемы с коленями, или у нас там девушка одна беременная проходила, типа, а можно, а как мне бегать, у меня, я типа на седьмом месяце, ты с ума сошла, дорогая, ну, какой бегать, естественно, не надо в этом случае проходить хардкор. Вот, я предупредил, друзья мои, оставаясь здесь, вы берете на себя полную ответственность за любые последствия вашего здоровья. То есть, пожалуйста, осознанно к этому относитесь. Если у вас там больное сердце или еще что-то, да, посоветуйтесь с врачом, можно ли вам делать такие нагрузки. Так. Слушайте, а почему у меня... Так. А, все. Все нормально. Я думаю, а почему у меня звука в наушниках нет? Я так энергично начал и забыл это зафиксировать. Я просто громкость забыл включить. Так, хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Самодисциплина писателя в целом, это не просто сесть и начать писать. Да, это довольно сложная система, которая пронизывает всю жизнь писателя. И важно, что нельзя ввести изолированную самодисциплину на 2 часа в день. То есть, вот здесь вот я, у меня самодисциплина, а вся остальная моя жизнь устроена там как угодно. Да, то есть, если вы решаете себя самодисциплинировать, вам придется самодисциплинировать всю свою жизнь. А не только те самые 2 часа в день, которые вы пишете. И важно, что это не про то... Вот мне иногда, мне периодически кто-нибудь пишет что-то... Александр, вы такой вообще мотиватор крутой. Вы так мотивируете там. Все, я понял. Вы вдохновляете своих учеников на то, чтобы писать. Ребят, мотивация – это 1% того, что я делаю. Да, то есть, и есть еще 99% всяких разных других и неочевидных вещей, которые нужно знать для того, чтобы... Знать и уметь для того, чтобы хорошо писать. Вот. Я не мотиватор уж совершенно точно. И вам не нужна мотивация. Нам нужно выстроить такую рабочую систему, да, то есть, что такое мотивация? Это я не хочу писать, но я заставлю себя захотеть писать. Да, то есть, я буду себя лупцевать, бичевать, и вот тогда-то у меня все получится. То есть, наша задача выстроить, создать такую машину, которая будет ехать как бы сама собой. Да, то есть, не реактивный самолет, а планер, которого воздух сам поддерживает, да, и он летит совершенно спокойно на вот этих вот воздушных потоках. А не надо сжечь огромное количество топлива для того, чтобы куда-то лететь. И вот сейчас будет первая и последняя техника на этом тренинге, посвященная именно мотивации. Напишите, пожалуйста, вот что самое главное вы хотите написать в своей жизни? Какой главный текст? Не сюжет, а вот, ну, какое-то общее определение. Я хочу написать там биографию свою, я хочу написать крутой детектив, я хочу написать роман о своей жизни, я хочу написать там фэнтези, которая будет иметь статус религиозной книги. Например, да, вот общим, определите общим образом свой текст, который вы хотите написать. Я, например, у меня долгое время, я в ответ на этот вопрос отвечал так, что я хочу создать систему повышения продуктивности творческих людей. И, в общем-то, эта цель была достигнута. То есть, те книги, которые я написал, они все вместе образуют вот эту систему. То есть, если вы возьмете мои книги «Букварь сценариста», «Пишется», «Сценарий телесериала», «Волшебный пендель», «Ленивая скотина», они все, и плюс художественные мои книги, да, в них тоже очень много о творчестве, газетчик, писатель, сценарист, они образуют вот это учение, которое я много лет создавал. Так, автобиографию, фэнтези, детектив. Учебник, рассказы о своей жизни, романа о своей жизни. Так, руководство для желающих выпускать свою газету. Круто. Я бы почитал такую книгу. Так, все читаю. Все не буду, не буду читать, но все вижу. Так, а сколько у нас пока вы пишете? Посмотрю, сколько у нас человек в прямом эфире. Почему-то здесь не видно. А, 293. Хорошо. У меня почему-то изнутри трансляции показывает всего 100 человек, а если снаружи посмотреть, то 300 почти. Так, выдуманную историю без прототипов. Так, роман. Очень хорошо. Теперь смотрите. Вот я хочу вам предложить сделать такую вещь. Вот представьте, что вы этот текст уже написали. Этот сценарий, если это сценарий, а не книга. И все, он написан и снят. Фильм снят. Книга написана и издана. И вот что будет дальше? Вот какую картинку вы себе представляете себе после того, как это будет написано? Попробуйте заглянуть туда. Где вы себя видите? Вот что вы делаете? Представьте. Все. Вот вы это написали. Вот тот роман. Он издан. Он там Нобелевскую премию получил, если вы планировали ее получить. И вот что вы видите? А может быть наоборот. Вы видите, как раз написали и видите тот момент, когда вы получаете Нобелевскую премию. Например. Вот какую картинку вы видите? Так, встреча с читателями. Пишу следующий роман. Пишу следующий. Буду писать вторую часть. Пишу следующий роман. Классно. Вообще супер. Пишу новую книгу. Это очень писательский. Вижу за ноутбуком. Пишу дальше. Держу в руках свою книгу. Дальше буду писать. Зашла в книжную. Смотрю на свои книги. Рассказы. Так, вижу, как у меня берут интервью. Так. Пишу сценарий по заказам. Пишу следующий. Пишу следующий. Новый роман. Вот запомните эту картинку. Вот запомните для себя то, что вы видите. Да. Пишу следующую книгу в своем кабинете. В кинотеатре огромный постер. Я проезжаю мимо на Порше. Вот запомните, зафиксируйте эту картинку. И когда у вас получают по щам от родственников. Вот тоже запомните это. Да. И когда у вас будет падение мотивации, да, это неизбежно будет происходить. У каждого человека это будет. Да. И если вам кажется, что это мы грешные, да, это у нас бывает прокрастинация, это у нас бывает не пишется, это у нас бывает депрессия, да, после родовая, после того, как мы напишем что-то. Ребят, это у нас прокрастинация, да. А у больших писателей дракон прокрастинации верхом на звезде смерти, да. Помните известная история про Тургенева, который собирался начать писать текст какой-то для, я дословную цитату не помню, да, но суть передам. Сел, начал писать там однажды зимним вечером что-то, потом зачеркнул и написал. А пошло оно все к матери. Вот. Ну, говорит, думаю, что издатель этот текст ему не подойдет. Да. То есть вот если у Тургенева, да, бывали такие моменты, а у Толстого, опять же, если интересно, найдите его описание розамасского ужаса, который с ним случился после того, как он закончил, я не помню, по-моему, войну и мир, да, когда закончил большой текст и свалился вот в этот воткат в послеродовую депрессию. Поэтому это бывает у всех. И вот если у вас это такое, да, вот можно вытащить и сделать вот это воспоминание, это мысль, это видение картины вот этого будущего, да, это укол адреналина, как в криминальном чтиве. Помните, там в сердце фигачили укол адреналина? Вот это можно себе сделать такой укол адреналина и себя немножечко взбодрить. Вот это самомотивация. Запомните эту технику и при необходимости можете ее использовать. Вот это единственное, что я вам могу дать именно по мотивации. Теперь важно вот что. Насколько я понимаю, да, вам эта картина нравится, да, вас она заводит, и вы ее хотите. Но вопрос, а действительно ли для того, чтобы ее получить, нужно что-то для этого написать? Вот если вы видите картину, и у меня выйдет бестселлер, а я снова сижу и пишу у себя на балконе или у себя в кабинете, да, это значит, что все в порядке, да, вам и надо писать. А если вы видите, там, не знаю, толпу поклонников, или вы выступаете где-то там в TED выступаете и рассказываете о том, как вы какое-то замечательное открытие вы нашли у себя, когда писали книгу, вполне может быть, что вот это можно получить каким-то другим способом. То есть, если вам нужна слава, если вам нужны поклонники, ребят, самый простой способ – пойти работать на телевидении. Я странная у меня была, я пробовал просто, я делал и то, и другое, и работал на телевидении, и у меня там постоянная рубрика выходила на телеканале «Пятница». Но вспоминаю я момент, когда я жил в Володе, и я уже, ну, там, много лет работал, у меня каждый, в каждом номере выходило там по 3-4 статьи больших. И тираж был 180 тысяч экземпляров. То есть, я учился в университете, и в пятницу, когда выходила газета, я сидел сзади на Камчатке, и я садился, проходил, садился, и я видел внизу все мои однокурсники, перед ними лежала газета, да, и они читали «Пятницу». И там были мои новые статьи. При этом меня никто не узнавал на улицах, да, то есть не было никакой славы. Но вот однажды у нас сверху, над нами в редакции, сидело телевидение. Они занимались, как это, врезали передачи в передачи Первого канала. Сколько-то там у них, несколько минут было, и вот они там рекламу местную продавали и делали какие-то там свои местные новости. И, значит, однажды им там надо было снимать какую-то рекламу, и они там, вечер уже никого нет, и они типа зашли, там парень зашел, говорит, слушайте, ребят, вот 10 минут зайдите, помогите рекламу записать. И я там какую-то, мы с соседом моим по кабинету какую-то там строчку в рекламе сказали. И на следующий день я шел по улице, ну для нас это было такое, ну типа помогли ребятам, записали что-то там. И как бы мы не, как значимое событие в нашей жизни мы это не расценивали. И на следующий день я шел по улице, и все оборачивались. И все такие, ааа, бегущая строка на ОРТ. Там я говорил что-то типа там, я выбираю бегущую строку на ОРТ. И все такие, ааа, я выбираю, я выбираю безопасный секс, кричали мне. Я выбираю опасный секс. А ты, чувак, выбираешь бегущую строку на ОРТ. И вот так вот один раз появился на 5 секунд на первом канале, да, и стал звездой. А 10 лет писал, и никому нафиг не нужен. Вот, поэтому если самая большая, самый быстрый личностный рост, если вам нужна слава, ребят, вы не туда пришли. Не надо заниматься писательством, идите работайте на телевидении, становитесь видеоблогерами. Это гораздо более прямой путь к тому, чтобы стать знаменитыми. Вот это вам вот быстрая инъекция мотивации. А теперь давайте перейдем, собственно, к нашей с вами самодисциплине. Есть ли у вас какая-то четкая норма, количество страниц, которые вы пишете в день? Или количество знаков? То есть есть ли у вас норма текста, которую вы пишете каждый день? И пишете ли вы каждый день? Пять страниц, три тысячи знаков. Две страницы, три страницы. Да, когда наш хор зацветился на первом канале, посещаемость концерта взлетела. Я вчера, кстати, созванивался со своей сестрой, она в Вологде живет. Она работает в магазине, продает подарки какие-то, вкусные подарки. Вот. И там очень забавно. Я говорю, и как у тебя дела, что там, как бизнес идет? И она говорит, нас типа про нас передали, нас упомянули на первом канале. И у нас сейчас просто завал. То есть здесь все приходят, мы видели про вас по телевидению. Так, нету. Значит, смотрите, друзья, я опять же исхожу из того, что у нас с вами были предварительные задания. И я исхожу из того, что все вы знаете, что вы будете писать. Какой текст вы будете писать. Если у вас нет текста, и вам нужна какая-то тема для того, чтобы писать, чтобы заниматься самодисциплиной, пишите историю своей жизни. То есть, если вам нечего писать, нет темы, то в пределах этого тренинга напишите историю своей жизни. Прямо с детства начиная. Так, нормы нет. Хорошо. У кого есть ли норма, нет ли норма, я вас попрошу, тем не менее, в этот раз писать в пределах заданной мной нормы. Смотрите, почему важно знать ежедневную норму. И зачем вообще нужна ежедневная норма. Если вы пишете маленький текст, вообще разные тексты пишутся по-разному. Ой, туда. Если вы пишете стихи, то вы можете заниматься другой совершенно деятельностью и, когда вас к священной жертве призовет Аполлон, сесть и написать стихотворение. Поэтому поэты, например, могут совмещать свою поэтическую работу, ну, например, с дипломатической службой, как это делал Тютчер или Державин, который был министром. Если вы пишете пьесы, пьеса тоже пишется по-другому. То есть пьеса обдумывается долго, год-полтора. Пьеса убийца я полтора года обдумываю. И потом дальше за один присест выдается. То есть пьеса не размазывается на большое количество времени. Но если вы пишете сценарий сериала, например, или большого полного метра, 150-200 страниц, вы не можете написать их за один присест. Вам так или иначе придется на недели и даже месяцы эту работу размазать. Особенно, если вы пишете прозу. То есть написать большой текст, 400-500 страниц, опять же, за один присест, это невозможно. И вам нужно определить нормы, и надо встроить написание этой нормы в свою жизнь. А если вы пишете много романов, если вы собираетесь за свою жизнь написать 10, 20, 30 романов, понятно, что вы пишете день за днем и каждый день. Вам надо выстроить свою биологию таким образом, чтобы вы писали текст. Так, у кого-то все пропало. Сейчас проверю, пропало ли все. Нет, ничего не пропало. Все, эфир продолжается. Так, да, нужно выстроить ее таким образом, чтобы вы выдавали каждый день какое-то количество текста, которое было бы для вас достаточным, чтобы вы успевали восстановиться, чтобы вы не вычерпывали колодец, и на следующий день, чтобы вы возвращались в хорошем рабочем состоянии. И вот для этого нам с вами и надо определить нашу норму. И мы постараемся с вами это сделать за ближайшие пару-тройку дней. Поэтому свою норму нужно очень четко знать. Дальше. Следующее. Бывает ли у вас так, что вы, например, в один день написали, там вот прям нравится и хочется писать, вообще круто, и написали сразу 5 страниц или 7 страниц, а то бывает автор 30 страниц, как Бальза за день написал, а на следующий день просто вот тошно посмотреть, просто больно посмотреть в сторону компьютера, открыть на этот текст, перечитать его, просто мысли даже не возникает. То есть перебрали в один день, и на следующий день невозможно себя заставить. Вот именно для этого, как с едой, обожрался и все, через какое-то время ты уже все, даже посмотреть не можешь на эту еду. Вот надо вставать из-за стола чуть-чуть голодным. Вот так же и с писательством. То есть нужно вставать из-за писательского нашего стола, нужно вставать всегда, чтобы вам еще хотелось писать дальше. И вот мы с вами этому будем учиться в течение ближайших дней. То есть определяем норму, и потом нам нужно будет ее чуть-чуть уменьшить. Вот мы это с вами сделаем. Дальше следующее. Бывает ли у вас так, что вы, например, с утра пописали, и опять же все нормы написали, допустим, над другими делами заниматься, и вы встаете, идете, и весь день ваша история крутится у вас в голове. Вас все время тянет обратно, все время хочется, все время вы думаете про героев, куда не пойдете, и вы вообще ничего вокруг себя не замечаете, и только вот все время думаете про своих героев. И ночью заснуть не можете из-за того, что все время хочется писать. Но самое интересное, что когда это происходит, и вы такой, ну, когда уже там завтра, когда уже начнется завтра, когда можно будет сесть и писать, и вы вот так вот целый день пережевываете, пережевываете, а потом наступает утро, когда надо садиться писать, вы садитесь и чувствуете, что куда-то все ушло. То есть все перегорело. Из-за того, что выживали все это время, все время думали про этих героев, придумывали сцены какие-то, и потом пришло время писать, ночь переспали, утром сели работать, а куда-то все ушло. И желание пропало. Вроде казалось, вот вчера так хотелось писать, а сегодня вообще писать не хочется. Вот для этого, для того, чтобы этого не было, нам надо научиться выходить из вот этого творческого состояния. То есть вот мы сели, пописали, встали, и наша задача сделать так, чтобы в течение дня больше не вспоминать о работе. Естественно, если вы будете просто усилием это делать, такой, не думай про белого медведя. Естественно, я не буду думать про свой сценарий. Естественно, вы только о сценарии будете, или про свою пьесу, или про свой роман. Только про него и будете думать. Что нужно сделать для того, чтобы выключить себя из рабочего состояния? Смотрите, точно так же, как включение рабочего состояния, можно за счет ритуала включать, об этом мы чуть позже поговорим. Гораздо важнее создать ритуал выхода из рабочего состояния. Сделать себе экзит. И вот этот экзит, во-первых, гораздо труднее создать, а во-вторых, гораздо важнее создать. То есть если вы научитесь правильно выходить из рабочего состояния, вам входить в него будет гораздо легче. Потому что вот если мне, допустим, кто-то говорит, я рано встаю очень каждое утро, если мне кто-то говорит, а как научиться рано вставать? Ну, элементарно. Нужно рано ложиться. То есть для того, чтобы вставать в 6 утра, надо ложиться в 10 вечера. И если вы в 10 вечера ложились, я рано очень встаю, утром ребенка в школу отвожу, соответственно, мне там нужно лечь в 10 вечера. Я за этим очень внимательно слежу. То есть в 10 вечера я выключаю свет, ложусь. И вне зависимости от того, хочу я спать или не хочу, бывает, по началу особенно, когда я к этому графику приучался, я там час лежал, иногда до 2 часов ночи не могу заснуть. Ну, хорошо, в следующий раз я все равно в 10 часов ложусь. И в конце концов, это вошло в привычку, я в 10 часов ложусь, и через секунду я уже сплю. И в 6 утра я просыпаюсь без будильника. То есть мне не нужен будильник, я уже выспался за это время. Вот с писательством точно так же. То есть мы, если мы, гораздо важнее научиться выходить из рабочего состояния. Если вы научитесь вовремя выходить, то есть мы теряем концентрацию. Вернее, ну, как бы мы, это не то, что концентрация, мы теряем контроль над собой. Вот Елена пишет, не представляю, как если идея полыхает, как лесной пожар. Конечно, то есть когда вы в потоке, вы не можете себя контролировать. Задача научиться себя контролировать и выходить. А как же так? Да, у меня же пишется. А что, если я сегодня выйду и что, если у меня больше такого не будет? Что, если я больше не смогу войти в такое состояние? Но наша задача, ценность не вот этого конкретного состояния, ценность каждый день входить точно в такое же состояние. А для этого надо учиться из него выходить. Вот Анастасия очень хороший вопрос задает. А если сроки поджимают? Это прекрасный вопрос. Ваша задача организовать работу так, чтобы сроки не поджимали. То есть знаете, как написать сценарий вовремя? Надо вовремя написать синопсис, вовремя написать поэпизодник, вовремя написать диалоги и вовремя внести поправки, отредактировать сценарий. Вот и все. То есть люди, у которых не получается вовремя написать сценарий, они скорее всего что-то просасывают. Не вовремя, а что-то где-то делают. То есть задача сделать так, организовать творческий процесс, чтобы вы, у вас сроки не поджимали. Вот. И, конечно, на самом деле всегда нужно все переговоры, все договоры таким образом устраивать, чтобы срок у вас был с запасом. Чтобы ситуации дедлайна, а у меня там тысячи страниц не дописаны, такой ситуации быть не должно. Это всегда, значит, автор что-то неправильно сделал. Либо неправильно организовал работу, либо неправильно оценил свои способности. То есть, а можете ли вы написать 8 серий за месяц? Да, конечно, могу. Ну, нет. Ну, вы идиот, если вы согласились на это. Да, то есть, если вы знаете, что вам надо 2 недели на серию, а вы соглашаетесь на срок в 4 раза меньше, значит, кто вам виноват? Ну, значит, вы безответственный человек. Вы и компанию подставите, и сами ничего не сделаете, репутацию себе испортите. Вот. Поэтому все очень просто. Да, и более того, должен быть всегда запас на случай, если вы, например, заболеете. Да, то есть, если у вас есть двухнедельный резерв, во времени всегда заложен, да, то вы заболели, все, две недели я ничего писать не буду, пока не поправлюсь. Так вот, как организовать этот выход из рабочего состояния? Я советую либо делать, давать себе какие-то подарки, и они, я не скажу, что я прям правильную систему для себя придумал в свое время, и мне пришлось ее в итоге переустраивать, потому что я, ну, вообще, я честно скажу, что когда я бросил курить, в 30 лет я бросил курить, я курил 20 лет, и с 10 лет, в 10 лет я выкурил первую сигарету, в 30 лет я курил 3 пачки в день, можете себе представить, что это такое было, и когда я бросил курить, я начал очень-очень сильно разжираться, то есть, прям вот, потом в итоге там, мне очень сильно спортом занимался, интенсивно там, бегать начал, чтобы просто держать себя в форме, вот, и я очень любил шоколад Аленка, помнит, и те, кто давно меня читают, помнят еще, я попью с вафельными тортами, с которых я все-таки слез в итоге, вот, но Аленка, это у меня была вообще просто нулевая терпимость, то есть, нулевая, нулевая сопротивление, то есть, я приходил, я сразу 4 пачки этой Аленки брал, вот, садился, работал на кухне, сидел, и, значит, у меня были эти самые, там, помните, они квадратиками такими, вот я, значит, типа там, у меня норма была 10 страниц, вот я 5 страниц напишу, я могу там взять полоску Аленки съесть с чаем, вот у меня было такое промежуточное вознаграждение, а финальное вознаграждение, естественно, я сжирал, сжирал целую эту шоколадку, вот, это не очень правильно, вообще, вот эти пищевые стимулы, они, ну, такая, образуется такая дофаминовая петля, которая, которая, ну, не буду тоже объяснять, как она работает, короче, очень, очень способствует набору лишнего веса, вот, и в итоге я убрал полностью эту Аленку, уже много лет ее не ел, даже уже вкус не помню, и я ввел другой ритуал, ритуал похвалы, он очень простой, подходишь к зеркалу и говоришь, ты молодец, на начальном этапе я советую прям вот так делать, подходить к зеркалу, да, то есть вот вы сели, написали, вы можете придумать для себя другой какой-то ритуал, но для, в течение этих 10 дней я советую вас, этот ритуал практиковать, вот вы пишете, после этого подходите к зеркалу, или открываете, берете маленькое зеркало, или на телефоне его открываете, смотрите его, и смотрите на себя, и говорите, ты хорошо поработал, ты хорошо поработал, ты молодец, и пусть это для вас будет ритуалом выхода, то есть мы это делаем не для самомотивации, да, а мы это делаем для выхода из рабочего состояния, то есть это должно стать ритуалом, ритуалом может быть все что угодно, можете вот пальцами щелкать, да, и это там, если вы это там 10 раз, 20 раз повторите, это станет ритуалом, но я хочу вот некий позитив, некое самовознаграждение туда встроить, поэтому я вас прошу и рекомендую вот этот ритуал встроить для выхода из рабочего состояния, он сразу не сработает, сразу не встроится, и вполне может быть, что первые несколько дней вы так еще будете там возвращаться, ходить мыслями к тексту, к своему возвращаться, если вы это будете делать, каждый раз через 5-6 повторений вы заметите, что вы гораздо качественнее выходите из рабочего состояния и сохраняете, сохраняете вот эту энергию и настрой, сохраняете к следующему, к следующему рабочему дню. Дальше. Давайте так, напишите сейчас в чате, что вы будете писать во время тренинга. Есть ли у вас, если пока не знаете, что будете писать, соответственно, пишите историю своей жизни. Либретто, сценарий, начну писать роман, сказки, рассказы, пьеса, серия рассказов, рисовать домашку. Да, ребят, я не запрещаю, совершенно не запрещаю участвовать художникам, музыкантам, бизнесменам, и так далее, и так далее. То есть вы можете не маскироваться под писателей, если вы тут контрабандой сюда прорвались. Но единственное, что не надо меня тогда в этом случае просить рекомендации по содержательной части вашей деятельности. Потому что, ну, тоже есть нюансы разные. Выдача текста и, не знаю, трейдерство, например. Историю своей жизни. Так, хорошо. Ряд статей. Контрабанда тоже будет писать. Да, отлично. Супер. Так, вот книгу 2 кто-то будет писать своего. Так, цель написать историю своей жизни для мамы. Супер. Круто. Вот Ольга будет вязать котиков. Отлично. Потом фотку пришлите котиков, которых вы свяжете. Или зайчиков. Лучше свяжите белого кролика. И пришлите мне фото вашего белого кролика. Есть. Хорошо. Тогда выбрали, да, домашнее задание. Написать одну страницу вашего текста. И после того, как себя написать, себя за это вознаградить. Что здесь важно? Здесь важно, если, например, вам не хочется писать вдруг. Такого не должно быть. Почему? Потому что мы же с вами еще создаем общее поле. Я тут, размахивая руками, вас заряжаю своей энергией. Участники другие, пишут комментарии. Естественно, это тоже влияет на каждого из вас. Ну и вообще, интересно же. Вот я напишу эту страницу. Интересно, что он завтра расскажет. А что другие люди напишут завтра? Это же интересно, это же круто. И мы с вами не по норам у себя сидим, а мы все вместе с вами собираемся и общаемся, находясь в это время в разных городах и в разных странах. Это тоже магия, к которой я до сих пор не могу привыкнуть. Вот важно не заставлять себя захотеть написать, если вы не хотите. Почему? Потому что чтобы захотеть, должно сойтись много факторов. А чтобы не хотеть писать, достаточно одного фактора. Например, вы устали или у вас стресс. Вот любого такого фактора у вас нога болит. Все, этого достаточно для того, чтобы не писать. Поэтому запомните на будущее, мы не заставляем себя захотеть писать. Если мы не хотим писать, мы просто пишем не хотим. То есть так не бывает, что вы все время в ресурсе и вам все время хочется писать. Я себе всегда говорю, я себя спрашиваю например, хочу ли я сегодня писать. Хочу, супер, пишу. Не хочу сегодня писать. Ну окей, ладно пишу, значит, не хотите сегодня. Или на пробежку. Я иногда хочу бежать, иногда я вообще забываю о том, что надо бежать на пробежку и вспоминаю об этом только когда я уже наполовину пробежал. Задумываюсь. А иногда бывает дождь или у меня плохое настроение. Я такой, блин, что-то я сегодня не хочу бежать на пробежку. А, ну ладно, сегодня значит нехотя побегу бегу спокойно дальше важно на время тренинга это прям важно ребята и запомните это и вы будете сопротивляться этому и вы будете мне писать о я можно о я перечитала до категорически запрещается перечитывать написан написали закрыли и не думайте о тексте день да то есть написали закрыли похвалили себя и целый день об этом не думайте когда вы это сделаете сегодня ли вы это сделаете кому-то вечером будет удобно писать кому-то с утра будет удобно до завтра с утра встанете попишите и в 12 на эфир вот не позднее 12 часов завтрашнего дня зайдите на эту страницу и в комментариях напишите написал одну страницу и за это напишите какой вы получили ну как себя вознаградили за это там похвалил себя за это дал себе какой-то погулял например да то есть как себя за это вознаградить но минимальная вознаграждение это похвалить себя глядя на себя в зеркало если больше захотите вознаградить можно больше одну страницу каким шрифтом каким кеглем меня тоже все вот начинают спрашивать ребята чтобы это отнести сразу двенадцатым кеглем шрифтом times new roman если руками пишите в блокноте то одну страницу вашего блокнота да то здесь важно одна страница если у вас на половине слова страница обрывается значит оборвитесь и закончите на половине слова и на следующий день просто начнете с этого с этой половины слова продолжите да то есть не должно быть такого же написал полторы страницы все задание не выполнил написал две страницы задание не выполнил одна стране написал одну страницу еще пол слова перешло на другую страницу задание не выполнил то есть дисциплина именно в том чтобы прерваться то есть ваше за главное задание в этот раз вовремя прерваться когда это сделайте да вот в комментариях напишите ответы на вот все для лайта задание уже есть написать одну страницу если у вас есть какие то вопросы сейчас я провожу занятие для харка хардкора и после этого буду готов отвечать на любые ваши вопросы понятно ли домашка если понятно напишите в чате что все понятно так рукописные тексты печатный текст конечно они отличаются в объеме еще раз мне задача сейчас не объем текста у меня задача сейчас чтобы вы научились прерываться так проблема с планом об этом чуть позже поговорим о планировании и об этапах творческой деятельности в другом виде деятельности можно в течение дня маньячить но я же не знаю какая может у вас там антисоциальная деятельность какая-нибудь и вы окажется что я вас вам разрешаю там не знаю птиц стрелять например да поэтому я не знаю можно ли вам маньячить в другом виде деятельности так если не перечитывать не перечитывать не редактировать во время тренинга ничего не не будем делать и перечитывать только писать так все всем все понятно так сколько по времени пишется страница у каждого по-разному у каждого по-разному вот здесь важно смотрите очень важно что мы измеряем и фиксируем не время да то есть мы наблюдаем мы не занимаемся с вами по временкой мы занимаемся здесь и и по временка очень вредна для творческих людей такое что вот типа я два часа сижу и пишу нет надо написать две страницы да я пишу до тех пор пока у меня две страницы мои например не написано можно задать время работы объем по времени об этом я чуть чуть попозже подробнее поговорю но важно чтобы вы понимали принцип то что для нас важно мы работаем до результата то есть пока мы выполняем до работы мы работаем когда она выполнена работа закончена вне зависимости у меня были был случай когда я 8 часов дневную норму выполнял то есть ну вот был творческий тупик котов который я там по ряду причин попал и 8 часов сидел пока не написал не не встал и не встал так хорошо завтра будем говорить о том как обустроить свое рабочее место и сейчас переходим на хардкор сейчас я попрошу вас если вы смотрите в прямом эфире да и если вы смотрите в записи то взять любой предмет кроме телефона вот поблизости от вас находится какой-нибудь предмет неважно кого не надо писать какой предмет вы возьмите просто возьмите любой предмет кроме телефона и возьмите его в руку и сейчас я попрошу вас в течение минуты ничего писать в чате не надо я закрою видео видео не будет течение этой минуты внимательно разглядывать этот предмет полностью сосредоточившись на нем и минута пошла и и и Продолжение следует... Так, есть. Минута прошла. Теперь напишите в чате, не называя какой это предмет, напишите в чате несколько определений этого предмета. Какой он? Какой он по форме, какой он по цвету, какой он по ощущению в руке. То есть, что вы из этого минутного наблюдения, какие вы впечатления об этом предмете получили? Сейчас я забаню человека, который тут залетел к нам в трансляцию. Так, пока вы пишете, там пара вопросов успели залететь. Страницу крепить? Нет, страницу, тексты я ваши читать здесь не буду, как вы понимаете. То есть, только отчет. Так, если параллельно еще что-то пишешь. Нет. Ребят, я тренинг провожу раз в год. Давайте уж вы его пройдите с полной отдачей. Отмените все ваши другие тексты, напишите их после праздника. Делайте только один текст. Не надо ни с чем совмещать. Ни с какой другой работой. Ничего страшного за 10 дней не случится. Так, есть. Очень хорошо. Отлично. Смотрю, я тоже все зачитывать не буду, потому что мы с вами, у каждого свой предмет. Здесь важно, что мы делаем. То есть, это упражнение на концентрацию. Вообще, все, что мы делаем, все, что связано с повышением творческой продуктивности, это все управление вниманием. И мы с вами именно управлению вниманием учимся. И вот это упражнение, это упражнение на концентрацию. И вы можете его тоже периодически делать. Да, то есть, если вам нужно сосредоточиться, вы берете любой предмет, вообще любой, кроме телефона, сразу скажу, кроме телефона или ноутбука. Почему? Потому что это вещи, которые вы, поскольку они все, мы их начинаем воспринимать как часть себя. То есть, их очень сложно от себя отделить. Слишком много на них, на них очень сложно посмотреть непредвзято. Поэтому лучше брать какой-то необычный предмет. Не знаю, спичечный коробок, например. И книги тоже не рекомендую. Почему? Потому что вы сразу же проваливаетесь в контент. Начинаете читать, что написано на обложке и так далее. Но, например, если вы можете, если книжка на иностранном языке, то тогда уже можете начинать видеть и что-то там, фактуру обложки, цвет. Какие-то эти самые неровности на бумаге и так далее. Это очень-очень хорошее такое упражнение на такой всплеск концентрации. Как раз это то, что мне сейчас от вас надо, чтобы вы сосредоточились. Итак, теперь домашнее задание для хардкора. Что я попрошу вас, дорогие хардкорщики, делать в течение этой недели. Первое. Не смотрим телевизор. Не слушаем радио. Не смотрим вертикальные сериалы. Здесь я делаю оговорку. Почему именно вертикальные? Потому что вертикальный сериал это чаще всего это пережевывание одного и того же сюжета. То есть мы смотрим одну и ту же историю, повторяющуюся. Даже этого не замечаем. То есть если это мини-сериал какой-нибудь 4-5 серий с горизонтальным сюжетом, можно смотреть. Вот вертикал, детективные ситкомы. Вот я рекомендую не смотреть. Если сомневаетесь, лучше вообще не смотрите никакие сериалы в течение этих 10 дней. Также я рекомендую хардкорщикам в течение этого времени не слушать музыку со словами. То есть вообще музыку можно слушать, особенно во время пробежки, скажем. Или там... Ну, некоторые бывают там музыка нужна для входа в состояние пишущего. Или как, скажем так, стена звука, защищающая от окружающего шума. Надевайте наушники и пишите. Но здесь тоже я на самом деле советую просто надевать наушники без звука. Но не слушать музыку с голосами, не слушать музыку со словами. Попробуйте просто в течение 10 дней этого не делать. Тоже большой беды в этом не случится с этим. Дальше. Не читаем новости в интернете. Не читаем телеграм-каналы. Не читаем... Не читаем никакие новостные рассылки. 10 дней. Ребят, еще раз, я понимаю, что все мы ждем там одну и ту же новость. Что-то мне подсказывает, что в течение 10 дней этих эта новость не случится. Так что, если мы 10 дней не будем погружены во все эти новости, я думаю, что никто хуже от этого жить не будет. Поэтому 10 дней новости в интернете не читаем. Выключаем все эти. Дальше. Не читаем фрэнк-ленту в соцсетях. Если вы непонятно, зачем продолжаете жить в Фейсбуке, то я советую... Есть такой плагин для Хрома. Kill News Feed. Kill News Feed. Я советую его найти, установить. Он у меня давно установлен. Я, правда, сейчас уже в Фейсбук практически не заглядываю. Заглядываю, только вытащите старые тексты какие-то. В ленту так уж и подавно никогда не захожу. Вот. Если вы живете ВКонтакте, то ВКонтакте можно зайти... Сейчас я вам прям инструкцию дам. Четкую. Заходите, нажимаете новости. Справа нажимаете. Там есть такой типа эквалайзер. Там, где новости, рядом с плюсиком. Нажимаете. И у вас появляются все ваши, все, на кого вы подписаны. И вот нажимаете, там, допустим, показывается, и сколько у вас там друзей? 300 друзей, 500, 5000. Нажимаете и выбираете действие скрыть все. И нажимаете сохранить. И все. Больше вы, больше вы в ленте никого не видите. Ну, можете потом нажать, допустим, если хотите там, мою страницу увидеть, да, можете нажать там, показывать новости Александра Молчанова. И у вас в ленте только мои новости и будут. Вот. Дальше. Электронную почту проверяем один раз в день. То есть, одна из самых частых, даже человек, вроде не ждет ничего, да, но сидит 20 раз в день проверяет электронную почту. Вот один раз в день достаточно. Если у кого есть порно сохраненные, тоже всегда все так ржут над этим, да, а потом таки идут и удаляют свое сохраненное порно, да, конечно же, это не вы. У вас, конечно же, нет сохраненного порно, но вот те, у кого оно есть, удаляем. Сайты все закрываем, да, все группы или там еще где, где вы это делаете, где вы это смотрите, все закрываем. Порно под запретом на время тренинга. 10 дней потерпите. Сексом заниматься можно, порно смотреть нельзя. Не курим. 10 дней не курим. Если вы, например, курите, прочитайте книгу Алана Карра, это займет у вас 2 часа и бросьте курить. Дальше. Не пьем спиртное. Тоже. Вчера мы выпили, все, этого достаточно. 10 дней можно, если вы пьете, а мне надо, а мне хочется шампанское допить. Ну, допивайте, значит, вы не по хардкору проходите. Дальше. Следующий. Не пьем кофе. Опять же, не надо мне читать лекции о том, что кофе на самом деле не вредно, что кофе на самом деле полезно. в данном случае это не имеет ни малейшего значения. Важно то, что это действие самодисциплинирующее. Захотите, пожалуйста, снова, до 11 числа можете снова выпить кофе. Ну, или не проходите по хардкору. Я, естественно, ну, скорее всего, кофе я все равно не буду. То есть, я бегать вряд ли смогу и обливаться ледяной водой, но кофе я не... На время тренинга я всегда слезаю. Дальше. Не едим сладкое. Не едим хлеб. Тут дальше начинаются вопросы. А пельмени можно? А тортики можно? Ну, тортики – это сладкое. Пельмени – это хлеб. Сразу отвечу на ваши вопросы. То есть, не едим кофе, не едим сладкое, не едим хлеб. Почему? И тут же там 500 диетологов набегают. Сладкое есть можно, но только там немного. Хлеб есть можно, но только... А если я бездрожжевой или что-то, да, начинается торг такой. Ребят, это мы, это задание не для того, чтобы вашу диету исправить, а для того, чтобы исправить вашу самодисциплину. Потому что это вещи, которые вызывают зависимость, да, и преодоление этой зависимости дает очень мощный, во-первых, очень мощную энергию, да, а во-вторых, дает очень четкое ощущение того, что вы начинаете контролировать свою жизнь. то есть, вот просто слезаешь с кофе, сразу появляется ощущение контроля. Сделать это не так сложно. То есть, это не диетическое задание. Вместо этого подъем на один час раньше. Да, то есть, ну, если вы уже в пять утра встаете, конечно, наверное, не надо в шесть, но если вы встаете в девять, то встаем в восемь по хардкору. Если встаете в восемь, вставать в семь. Если вы проходите хардкор. Ледяной душ тоже. Здесь, ребят, не надо в дискуссию уходить, а можно я не ледяной, а контрастный. Можно все, что угодно. А можно я... А врачи говорят, что это не полезно закаливанием. Мы не занимаемся закаливанием. Здесь еще раз подчеркиваю, да, я не... У меня не приоритетом, не является приоритетом ваше здоровье физическое. Да, ваше здоровье может от этого ухудшиться. Более того, поэтому, если там у вас есть сомнения какие-то, то не делайте этого или посоветуйтесь с врачом. Ледяной душ мы делаем для тренировки самодисциплины. То есть, это тренировка воли. И когда вы это сделаете, опять же, вы почувствуете приступ энергии, который вы можете использовать для творческой работы. Дальше. После ледяного душа стакан теплой воды с медом и лимоном. Если, естественно, если у вас нет аллергии на то и другое. Если есть аллергия, просто стакан теплой воды. Дальше. Каждый день пробежка, опять же, для хардкора, тоже тут начинает возникать... А можно я йогой буду заниматься вместо бега? Это более полезно. Да, наверное, это более полезно. Но, опять же, мы не занимаемся в данном случае здоровьем. Мы занимаемся тренировкой воли, тренировкой самодисциплины. А пробежка это самый трудный, самый такой труднопреодолимый вид физической деятельности. Это же надо выйти, это же надо побежать. Размер пробежки я регулировать не буду. Я бегаю обычно 17 километров, но если вы просто вокруг дома обойдете, оббежите, или даже если не можете бежать, быстрым шагом обойдете, это годится. Скандинавская ходьба, опять же, если вам 90 лет, тоже скандинавская ходьба лучше, чем ничего. Именно поэтому я даю именно как вид деятельности физической пробежки. Если вы там... А я занимаюсь цигуном, кунг-фу, или еще железо качаю и так далее, и так далее. Ребят, 10 дней побегайте, ничего с вами не случится. За каждое послабление, то есть, если... Что такое послабление? Решил сегодня не принимать ледяной душ, решил сегодня кофе выпил случайно, спиртного бухнул или еще что-то. Штраф. Я такие два вида штрафов предлагаю. Один вид штрафа это 100 рублей на какое-нибудь доброе дело, с которым вы не согласны, на какую-нибудь благотворительность, которую лично вы не одобряете. Или 100 отжиманий. Зачем мы делаем, зачем мы вводим штрафы? Штрафы мы вводим для чего? Для того, чтобы фиксировать прососы, запланировали что-то, но не сделали этого. Если вы просто не сделали и никак это не зафиксируете, то вы больше этого вообще никогда не сделаете. То есть, вы про это даже не вспомните. А если вы себя накажете, если вы сделаете какое-то, выполните действие какое-то по наказанию себя, вы тем самым себя прощаете. И в то же время вы фиксируете, что все-таки там просос был. Поэтому я рекомендую делать 100 отжиманий, либо деньги платить куда-нибудь на какое-нибудь не особо разрушительное действие. И еще одно дополнительное задание для хардкора на весь тренинг. Прочитать за время тренинга одну книгу из какой-то области, о которой вы совсем ничего не знаете и никогда этой областью не интересовались. То есть выйдите за пределы за пределы своих интересов. Прямо я советую сходить в книжный магазин или если у вас есть библиотека, скорее всего все эти книги каким-то образом имеют к вам какое-то отношение. А здесь именно в чужую выйти, либо в чужую библиотеку, либо сходить в книжный магазин и зайти в какой-нибудь раздел, в который вы никогда не заходили. Я периодически это практикую и именно книгу, а не аудиокнигу и лучше бумажную, а не не скачанную из литреса. Но если нет возможности, конечно, можно и в интернете скачать. Также дополнительные задания для всех. Смотрите, мы запустили, я запустил перед Новым годом такой проект подарки вселенной. я пощу каждое утро выкладываю картинку, какую-нибудь позитивно заряженную картинку, как правило, какого-нибудь лесного домика, которое красиво и экологично будет смотреться на любом, на любой странице. Что мы делаем? Значит, мы делаем, ваша задача сделать репост этой картинки на свою стену. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы пустить волну, для того, чтобы распространить эту игру волшебную. И дальше, то есть ваше действие репоста это выдача действия, выдача в мир. То есть вы включаетесь в мою волну выдачи в мир позитива. И дальше ваша задача в течение дня принять мы неизбежно получаем в течение дня какие-то подарки от вселенной. Задача в течение дня этот подарок принять. Это может быть, даже если вам кажется, что ничего не было, вообще никаких. Прям день был жуткий, страшный, ничего, все валилось и так далее. Значит, ну, а какой урок вы в этот день получили? Примите этот урок как подарок. И у вас сразу же отношение к этому дню совершенно изменится, сразу изменится эмоциональное наполнение, да, и вы благодарите, да, затем приходите в этот пост и пишите подарок получен, да, какой подарок, не надо писать, подарок получен, вселенная, спасибо, вселенная, благодарю. И дальше задача, да, нам создать такое общее поле, в котором мы начинаем перенастраивать свое звучание вот в этом общем хоре вселенной и этих звучащих струн. и дальше эти подарки, они становятся все более и более ценными, да, то есть вы начинаете видеть такие возможности и принимать такие возможности, понимаете, проблема в том, что мы от подарков чаще всего отказываемся, да, то есть мы считаем себя недостойными их, да, и человек прям реально вот ищет что-то, хочет чего-то, да, и он от этого отказывается. я не помню, не помню где я, когда-то по-моему, или я это на годе денег рассказывал историю в фильме, как говорят, о чем говорят мужчины, да, когда у них сломалась машина и они, значит, ловили попутки и все проезжали мимо и там грузовик с девчонками остановился, застрял и они им помогли вытолкать эту машину, этот грузовик. И девчонки говорят, давайте, давайте, садитесь с нами, поехали, поехали. Они такие, не, 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 все нормально, ребят, давайте все, поезжайте, значит, и грузовик уезжает в таком недоумении и они такие оглядываются, а почему мы, почему мы отказались, да, непонятно почему, да, потому что вот нет привычки принимать подарки вселенной и вот задача этого проекта, да, я думаю, что я его буду весь следующий год продолжать, весь этот год продолжать, задача для участников научиться перенастраивать, перенастраивать себя, да, учиться принимать подарки, потому что, ну, надо, надо что-то менять, да, то есть вот эта волна негатива, которая катится, надо ей что-то противостоять, я хочу противостоять вот этим, этим проектам, проектам подарков, поэтому тоже поучаствуйте в нем, сделайте подарок, да, сделайте выдачу в мир и примите подарок от вселенной. Вот домашнее задание. Насколько понятно домашнее задание, если все понятно, напишите все понятно, если есть какие-то вопросы, то я готов отвечать на ваши вопросы. Токеллаж парусных судов, да, очень интересная тема, биология с общей генетикой, классно, супер, книгу, блин, сварка под водой, да, дурацкие приседания, как штраф, можно делать приседания, да, то есть если, там, отжимания, например, сложно делать, да, можно делать приседания, здесь, это не сам, сам контент, само содержание действия не так важно, да, 100 рублей на неодобряемся, ну, например, вы любите котиков, да, и не любите собак, переведите 100 рублей на собак, на какой-нибудь собачий приют, да, вот так, да, то есть не, чтобы прям совсем-то не экстремальных каких-то вещей не делать, так, с собакой гуляю, теперь буду, значит, мед можно, да, мед можно, это же сладость, так, легла сегодня в 5 утра, можно ли играть в видеоигры, если вы спрашиваете, то нет, нельзя, по хардкору нельзя, сухофрукты, вот тоже, смотрите, опять же, ребят, вот начинается торг, сухофрукты тоже к сладкому относим, но если вы задаете этот вопрос, значит, да, относим, если все это уже нормы, ну, отлично, значит, вам просто будет это делать, хлеб не ем, сегодня кусок съел, но ничего, тренинг же только начался, углеводы вышли из чата, да, 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 все спрашиваете, да, а хурма, а виноград, вот если спрашиваете, все, значит, нельзя, а мед можно, что делать в освободившееся время, гулять, вот, кстати говоря, да, хорошо организованная самодисциплина оставляет, освобождает огромное количество времени, да, то есть, вот люди так, мне не хватает времени, чтобы читать, я такой, как это не хватает, да, Александр, где вы берете время, чтобы читать книгу в день? Ну, я в среднем читаю в год около 500 книг, помимо того, что я в мастерской еще читаю, там, в среднем тысячи страниц в неделю, да, помимо этого, я еще читаю книгу две в день, вот, где взять время? Вот оно у меня освобождается, таким образом, при том, что я еще там смотрю все новинки, в театре, хожу на выставки, езжу много, там, по разным странам, сейчас меньше, конечно, но надеюсь, что в этом году мы наверстаем, так, что-то я психанул, когда выбрала хардкор, ничего страшного, ребят, вы, опять же, я понимаю же, что вы все люди, да, что сейчас на эмоциях, на заряде, да, хочется, да, вот я сделаю, потом сольетесь, какое-то количество из вас, вот, но все равно, вы, прыгнете выше, в пределах этого тренинга, да, вы прыгнете выше, чем вы могли прыгнуть в обычных обстоятельствах, раз так, то у вас предел вашего, да, прыжка, он увеличится, он будет больше, выше, чем в обычной ситуации вы могли сделать, компьютерные игры отменять, если вы спрашиваете, то отменять, мультфильмы смотреть можно, если, да, но в принципе можно, да, то есть, нет противопоказаний, там есть вертикальные истории, там, например, смешарики, там, какие-нибудь, с другой стороны, они довольно высокого качества, у кого там еще вопросы по сладкому, хоре уже, иначе ничего уже нельзя будет, да, так это работает, хотелось бы ваш тренинг по скорочтению, все собираюсь его сделать, я его проводил, тренинг по скорочтению, наверное, лет пять назад, все собираюсь его как-то повторить, но все, руки не доходят, за то, что сливаешься с хардкора, молчанов двойки не ставишь, жизнь ставит двойки, за то, что сливаешься с хардкором, с хардкора, уже бегала утром, я обычно всегда, я всегда год начинаю с пробежки, но сейчас прям, ну, у меня, вчера у меня температура была 38,5, поэтому, ну, куда это годится, так, по поводу репоста, нет, это у меня на странице, это не в группе, какая группа, на вот этой странице, на которой вы смотрите это видео, там, полистайте, снизу я уже сегодняшний, сегодняшний уже выложу, так, хардкорт круть, пойду аватар смотреть, хорошо, друзья, мне кажется, что мы сегодня молодцы с вами, уложились полтора часа, интенсивно и энергично мы начали, и увидимся, домашние задания здесь, в комментариях, надеюсь, всем все понятно, и напишите, те, кто хардкорщики, напишите в отчете, напишите, что вам завтра с утра, да, что удалось сделать из того, что, то, что, то, что нужно было, все, увидимся, завтра в 12.00, спасибо вам за внимание, спасибо вам за ваши вопросы, и пока-пока. Спасибо.